Я хотел сказать пару слов о реальной работе против ножа. В принципе, при прочих равных шансов против ножа нет никаких. Любой подросток с разогнанной психикой режет мастера. И многие годы занятий и тренировок они лишь переводят эту работу из категории невозможного в категорию маловероятного. Тем более, это касается волновых ударов, которые без замаха. А ножом как раз, как правило, и бьют без замаха. Это только необычный пролетариат бьет с замахом. Когда с замахом идет работа, то тут-то все понятно. Можно сработать. А вот когда идет волновая работа, вот сейчас мы проведем эксперимент. Я буду дотрагиваться ему вот сюда, а его задача отбить, не дать это. Скорость реакции опаздывает, потому что нет замаха, это не читаемо. А если мы добавляем нож, то есть еще рычаг, что тогда происходит? Увеличивается дистанция. То есть, стопроцентное поражение. И в некотором роде могут повыситься шансы, если входить в такое же волнообразное состояние. Ну попробуй по воздуху сейчас вот такие волновые удары поделать. Без замаха, без замаха. Ножом бьют без замаха. Тут не только отбить, тут даже увидеть невозможно. Как кнутом. Ну вот особенно здесь соск. Здесь вот на скорости. Вот, манка работает везде, все. Защищайся, не защищайся. Значит, что можно сделать? Только входить в такое же состояние на запредельном разгоне психики. Вот, руки расслабленные. Если мы будем выполнять по наставлениям армейского рукопашного боя, делай раз, делай два, зарежут с вероятностью 100%. То есть, это в принципе руководство по самоубийству. Тут только лишь, вот она. Полностью все расслаблено. Движение хлыстообразное и запредельный разгон психики. Мы делаем сразу же на щелчок. То есть, до этого мы вводим свою психику в состояние прогревающейся машины. Это внешне может никак не выражаться. Вот. Но внутри у нас пошел уже вот этот, ну как кто назовет, там, душа или дух, или импульс этих команд на нервах. Вот, в общем, мы как бы начинаем внутри вот этот поршень гонять. И здесь это может даже никак не выражаться, а может выражаться в микроперетаптывании, там, почесывание где-то, бороду почесал где-то там, вот у тебя идет уже маховик, ты уже готов сработать в любом направлении. Ну, поехали. Неожиданная атака. Видите, сейчас я, в принципе, успеваю приклеиться, да, в таком состоянии. То есть, вот, пошел удар. Очень важно не дать контакт, не подорвать. Слышка. Ну, или там потусок зажду и сделай. Как правило, опыт показывает, что избежать совсем повреждений, в общем-то, шансы невелики. Какие-то порезы всегда будут. А в реальности, человек с разогнанной психикой всегда. То есть, у него эффект бронепоезда. Остановить его крайне тяжело. Очень важны останавливающие программы удары, микроудары. Видите? То есть, я как бы сбрасываю. Вот, уже захват. Тут уже можно работать. Дальше, тут все понятно. Вот, когда уже взяли, здесь вот, здесь пробили, здесь пробили, здесь пробили, здесь пробили, здесь пробили. То есть, идет дальше маховик на уничтожение. Каждый удар является замахом для следующего действия. Сейчас помедленнее. Раз. Это замах для пробива сюда. Но здесь мы перекладываем в эту руку. Это замах локтем отсюда. Здесь крыло. И голова вбивается в асфальт. Насколько. Здесь удар. Здесь колено всей массой. Но самое важное, это вот этот момент контакта, момент подстройки. Если же мы капспорте, будем игнорировать противника, все, аминь. Тут только работа от него, от его состояния. У него психика разогнана, и он мне это состояние передал. Качнул сюда и отдал обратно. Видите, здесь уже все понятно, да? Сюда можно пойти, на основу руки, отсюда, отсюда. Но самое важное, выйти на эту ситуацию. И не дать разорвать контакт. И дальше пойдет, иначе пойдет просто швейная машинка. Я сразу же вышел на приклеивание. Вот, здесь уже я контролирую руку, здесь уже можно делать все, что угодно. И все время контроль руки вооруженной. Видите, оно на скорости отличается. Но на скорости не будет без предварительной плавной работы. И все, в любую сторону можно управлять. Это называется уже выход на управление. Я все время контролирую. Вот такое дальше упражнение. Выход на управление человеком. Он пытается встать, мы его разваливаем. Вот такая вот пластика. Все время идет как бы перелет в точке равновесия. Он встает, а мне про движение, я предлагаю по его движению. Он опять падает. До этого совершенно необязательно много усилий прикладывать. Достаточно силы, отличные от нуля. Ну, хорошо. Продолжение следует...